Как построить пробиодом? Каждый строитель, кто решил построить здание или помещение в современном стиле, уделяет внимание следующим условиям. Первое. Стены и убранство помещения должно быть выполнено из современных материалов, которые в перспективе не потеряют свой внешний вид. Второе. Помещение должно по возможности иметь зеленый ботанический сад и большое застекление для дневного света. Третье. Помещение должно быть оборудовано системами отопления, вентиляции, кондиционирования, которые обеспечивают помещение комфортным свежим воздухом. Четвертое. Помещение должно регулярно получать клининговые мероприятия, такие как мойку полов, влажную протирку поверхности, очистку воздуха и так далее. Мы хотим добавить к этим условиям еще наше микробное условие, чтобы превратить это современное помещение в настоящий дом для жизни. Назовем такой дом пробиодом. Дом, который построил жизнь. Пробиодом должен содержать микробы, которые не будут угнетать здоровье человека, которые не будут вызывать у него СБС-симптомы аллергического характера. Справка. СБС-синдром, так называемый синдром больного здания, по-английски sick building syndrome, СБС, это синдром, который замечен при эксплуатации различных офисных и домашних помещений. Некоторые помещения, в которых люди проводят длительное время, являются носителями этого любопытного и неприятного явления. СБС-синдром характеризует состояние здоровья, при котором люди в массовом порядке имеют плохое самочувствие, даже в том случае, когда видимых причин на это нет. Мы должны превентивно огружить человека правильными, полезными природными микробами, каковыми являются пробиотики. Сделать это совсем не сложно. Как избавиться от СБС-синдрома больного здания? Любое помещение и здание в целом можно за две недели превратить в пробиодом. Вам не придется переделывать регламент клининговых мероприятий. Вам надо будет просто заменить всю токсичную химию на новые пробиотические очистители и пользоваться ими постоянно. При регулярной обработке поверхности и пространства пробиотиками мы получаем помещение, в котором не будет проявляться СБС-синдром. При возникновении синдрома больного здания необходимо методично совершать две клининговые операции. Первое. Один раз в три дня делать влажную уборку пола и других поверхностей моющими пробиотиками. Это обычная вода с добавлением пробиотиков. Второе. Ежедневно заполнять воздушное пространство помещения влажным туманом с полезными микробами, пробиотиками. Это можно делать при помощи специальных пробиотических спрей-аэрозолей либо используя новую разработку автомат, выпускающий влажный туман с пробиотиками. Так называемый генератор полезных микробов. Конечно, надо учитывать следующее. Эти простые мероприятия будут действенными после того, как внутри здания будет произведен косметический ремонт качественными материалами. Будут промыты и отлажены системы отопления, вентиляции и кондиционирования в установленном порядке. Именно тогда можно приступать к методичной мойке и очистке помещения и всего здания пробиотиками. Микробные накопления внутри помещения. Я уже отмечал, что в запущенном здании плохие вредоносные микробы постепенно накапливаются со временем, накапливаются, находясь глубоко в порах любой поверхности и помещения или здания. Точно так же пробиотические микробы будут действовать не сразу, не в первое мгновение, а по мере накопления в этих же порах материала поверхности. Пробиотики постепенно выживут из глубоких нор всех плохих микробов и закроют им лицензию на размножение. Как показывают контрольные замеры при клинических испытаниях, подобная инерция может составлять от двух до четырех недель постоянной пробиотической мойки. И если набраться терпения и регулярно проводить пробиотическую очистку помещения или здания, то терпение и упорство дадут результат в указанные сроки. Причем мероприятие пробиотической очистки необходимо будет продолжать в обязательном порядке, так как приток плохих микробов в здания и помещения идет постоянно. Прекратив пробиотическую регулярную очистку, можно быстро вернуть здание в состояние СБС-синдрома. Какие результаты мы будем наблюдать? Коллектив людей, находясь в вымотом пробиотиками помещении, никогда больше не будет испытывать симптомы СБС. Работники не будут вести на работе, как сонные мухи, и болеть. Больные не будут долго и вынуждены занимать койки в больнице. Респираторные болезни не будут атаковать весь коллектив. Аллергические реакции перестанут проявляться у коллектива. Фитнес-зал не будет пахнуть неприятным человеческим потом. Дети не будут говорить родителям, что они устали в школе. Микробные инфекции не будут разгуливать по зданию, вызывая панику у администрации. Окружая себя постоянно полезными природными микробами, человек долго будет оставаться здоровым и чувствовать себя хорошо, бодро и весело. Долгой вам жизни! Микробные инфекции Микробные инфекции Микробные инфекции Микробные инфекции